В детстве он играл с хирургическими инструментами под присмотром родителей, а сейчас умело оперирует в роли ассистента в городской больнице номер 18 в Уфе. Родом наш герой Антонио Кумоэжи из юго-западной Африки, а именно из Анголы. Он и его семья жили в деревне, и когда будущему врачу исполнилось 5 лет, перебрались в столицу страны Луанду, где Антонио пошел в школу, а позже поступил в медицинский колледж. В школе, в принципе, нормально отучился, и после, когда закончил школу, поступил в медицинский колледж, и тоже отлично отучился, и из-за этого мне подавали стипендию, то есть отучиться красиво, и вот сюда приехал отучиться. У будущего хирурга не было ни единого шанса выбрать другую профессию. Его отец трудился санитаром, а потом и медбратом, и он очень хотел, чтобы его сын тоже работал в медицине. Конечно, у меня папа влиял, потому что он работал санитаром, потом медбратом, и всегда у нас дома был инструмент, хирургический инструмент, и с этим я здесь поиграл, и, ну, как-то мне понравилось, и вот так и выбрал медицину. Когда молодому человеку предложили поехать на обучение в другую страну, он не раздумывая согласился. Россия ежегодно принимает у себя студентов из Анголы, и Антонио, благодаря хорошей успеваемости, попал в их число. Одним из тех, кто был рад за юношу, был его учитель биологии, который получил образование в Советском Союзе. И когда в медколледже отучился, и он узнал, что я в Россию приезжаю, он так, ну, радовался со мной, совет мне дали, сказал, что, типа, да, ты в Россию едешь, ну, просто там аккуратно, хорошо отучись, там люди хорошие, добрые, но не всегда не забывая свою родную, вот так мне сказал. И, ну, когда я приехал в Россию, конечно, и вижу, когда люди здесь любят свою страну, это мне тоже предстает как-то задумываться, что, может быть, мне, когда закончишь, домой пойду, потому что, как говорят, где я родился, там и пригодится. Перебравшись в Россию, Антонио предстояло обучение в Саратовском государственном университете и курсы русского языка. На них, к слову, будущий врач получил заслуженную пять и быстро адаптировался в России, не без помощи друзей, конечно. В принципе, у меня знакомый был, то есть, когда я узнал, что я в Россию приезжаю, я, ну, искал кем-то познакомиться. У меня это землянки из Анголы, пообщались, и вот, и когда приехал, они помогли мне, как добраться, как туда-сюда. Ну, вообще, в Уфе у меня землянки много, где-то 20 человек, мы общаемся. Ну, когда получится, мы встречаемся. Самое большое удивление для Антонио в России был снег. Молодой человек видел его по телевизору, но находиться рядом и иметь возможность прикоснуться к этому явлению – совсем другое дело. Я не ожидал, что это так холодно, в первую, потому что, когда первый раз зашел на улицу, смотрел, ну, мне друзья показали, ну, посмотреть, как круто, но на улице так холодно. Ну, всегда охота дома была быть и не на улице. Ну, погулял немножко, но все равно холодно мне не было. А сейчас привыкли уже? Нет. Нет? Все еще нет? Нет, нет. Полгода на курсах языка, 6 лет в университете и еще в будущем около 2 лет в ординатуре. Антонио учится на хирурга в России уже достаточно давно, но некоторые из его коллег и пациентов так и не смогли привыкнуть к экзотической внешности врача. Не обходится и без подколов, признается, со смехом Антонио. Ну, трогать волос, наверное, это такого было, трогать меня такого было. Ну, разрешай, конечно, мне как-то это не скажешь, что это обидно. Ну, это нормально. Ну, просто бывают люди, которые никогда не видят, не видят темной кожей люди. И, ну, постараюсь со мной как-то пообщаться. Сейчас поток студентов из Анголы в Россию только увеличивается. И если в прошлом году было выделено всего 145 стипендий, то на текущие их в два раза больше. Всего в России около 2000 земляков Антонио, которые учатся в российских вузах. Но, как шутит заведующий хирургическим отделением нашего героя, такие люди совсем скоро перестанут быть чем-то необычным для российских больниц. Валерия Поносова, Виталий Федотов. Новости на телеканале ЮТВ.